В безмятежных водах пруда, которая располагается между улицами Чернышевского и Галенчинской, нашли тела двух бездомных мужчин. Прохожие вызвали полицию. Все это произошло 6 июля. Сотрудники следствия нашли на телах следы того, что смерть была насильственной. В тот же день возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что к совершению указанного преступления причастны двое рязанцев, 17 и 16 лет. 5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства. В настоящее время подозреваемые в совершении убийства задержаны. От них получены признательные показания. В СМИ появилась причина конфликта между 50-летними мужчинами и подростками. Произошло все из-за сигарет. Ребята попросили у мужчин закурить, а последние в свою очередь начали нецензурно объяснять, что курить вредно. Завязалась драка. После убийства школьники столкнули тела в пруд. Убитых обнаружили только на следующий день. Установлено, что оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района. В ходе проверки, проведения которой поручено прокурору Железнодорожного района, будет дана оценка действий должностных лиц органов внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних по проведению индивидуальной профилактической работы с этими подростками. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О жизни подростков, которых подозревают в убийстве, рассказал портал 360. 16-летний юноша вырос в неблагополучной семье. Соседи отметили, что парень воровал велосипеды, ломал замки автомобилем. Подросток был на домашнем обучении, жил с бабушкой. Второй подозреваемый, парень 17 лет, жил в неблагополучной семье, которая порой уходила в запой. Об этом также рассказали соседи и добавили, что юноша выпивал и курил вместе с родителями. Сейчас подросткам избирается мера пресечения.